Знакомство с лисами Еще несколько минут вглядывался Тимка в озеро. Не покажется ли там хоботок выхухоли? Но оно было спокойно. И неподвижно. Постепенно его снова охватила гнетущая тишина пещеры. Надо было действовать. Тимка еще раз внимательно перебрал камни браслета. В глубине горного хрусталя он с радостью увидел четкий силуэт Хоха. Тот куда-то деловито плыл, гребя всеми лапками и подруливая хвостом. Рядом с празднично сверкающим ожившим горным хрусталем был скромный непрозрачный камень. Овальной формы, без огранки, сильно выпуклый, он напоминал половинку спелого желудя и был почти того же цвета. Золотисто-желтый. Особая прелесть камня заключалась в темно-коричневой узкой полоске, которая пересекала его вдоль, проходя по самой высокой его кривизне. Эта полоска придавала камню загадочность. «Хм, как точно назвали его тигровым глазом?» — пробормотал Тимка вслух, и голос его гулка раздался под сводами пещеры. «Ума не приложу. Где же искать такую глазастую дверку в пещере?» Немного помедлив, Тимка решительно направился к осенней стенке и принялся внимательно осматривать ворох красочных листьев. «Нет, нет, здесь нет!» — ворчал он, но не терял надежды найти именно здесь нужную дверцу. Чтобы удобнее было искать, он раздобыл небольшую палку и, как заправский грибник, стал разгребать все подозрительные кучки. «Ага, попалось!» — обрадовался было Тимка, почувствовал что-то круглое и твердое. Он быстро присел на корточки и разгреб листья руками. Прямо перед ним торчала огромная коричневая шляпка белого гриба. «О, вот это гриб!» — восхитился Тимка. «Но ты-то мне сейчас совсем не нужен! Вот если бы ты был дверкой из тигрового глаза!» И Тимка снова настойчиво принялся разгребать листья. «Кажется, опять гриб!» — решил он, почувствовав под листьями что-то твердое и круглое, но на всякий случай снова разгреб листья вокруг. Там, как будто ехидно подмигивая, торчал большой, каменный, тигровый глаз, влажно поблескивая среди листьев. Найти маленькое углубление, вставить туда камень из браслета, было минутным делом. Тимка чуть-чуть нажал камешек браслета в углубление дверки и... «Р-теф-теф-теф!» — только и успел разобрать Тимка в обрушившемся на него шквале ударов и пинков. Чьи-то когти полосовали ему спину и плечи, а острые зубы рвали рубашку, добираясь до шеи. В Тимке проснулся звериный инстинкт. Он принялся в свою очередь рвать зубами кого-то мягкого, шерстистого и упругого, царапать ногтями горячую острую морду, стараясь оторвать от себя это сумасшедшее создание. «Я Тим...» — отплевался Тимка, не успевая что-нибудь сказать. «Я Тимка из пещеры!» «Тьфу! Хранитель вид!» Наконец ему удалось с большим усилием оторвать от себя это существо. Не удержавшись, Тимка потерял равновесие и покатился по крутому склону вниз, увлекая за собой песок и царапаясь о колючие кустики. «Шлеп!» — туча брызг взвелась над ручейком, струившимся по дну глубоченного лесистого оврага. Ошарашенный происшедшим, Тимка заплескался, пытаясь встать, а сверху до него донеслось. «Уходи! И не приходи больше сюда! Знаю я вас! Сначала заманите, а потом пристрелите или сворос собак напустите! Уходи! Убирайся! Не пущу к своей норе! Так и передавай своему хранителю! Тьф! Тьф!» Тимке захотелось заплакать от негодования и злости. Он не сделал это и лисе, а это была именно лиса с роскошным красным хвостом, темно-красной, почти коричневой спиной и нежным белым брюхом. «Ничего плохого! Да и не собирался ничего замышлять против нее!» «И вот такой прием!» Ныли царапины на спине и плечах, горели укусы на шее и груди, струйки крови запеклись на руках покусанных лисицей. «Пожалуй, надо убираться отсюда по добру, по здорову!» Решил было Тимка, но тут же спохватился. «А как же приказание хранителя Вита увидеть и понять все?» «Нет, отсюда уходить нельзя». «Ну а оставаться с этой бешеной лисой тоже невозможно», — спорил он сам с собой. Он вылез на большой валун, лежавший посредине ручейка, и медленно приходил в себя, осматриваясь. С той стороны, откуда он скатился в ручей, склон оврага был не таким лесистым. Густые кусты орешника переплетались с невысокими рябинками и шиповником. Пониже, совсем у воды, в самой глубине оврага, густые заросли малины и крапивы были промяты широкой полосой. Здесь прокатился Тимка. Верх оврага зарос большими дубами и соснами. С другой стороны, весь склон был покрыт густым лесом. Тимка сообразил, что, открыв дверцу, он очутился у самого входа в лисью нору, что виднелось в основании сосны, росшей посредине склона оврага. Там была небольшая песчаная площадка, на которой теперь сидела леса и, позевывая, довольно морщила свою черную длинную мордочку. Спина у нее была огненно-красная, такого же цвета длинный пушистый хвост с белой кисточкой на конце, а сейчас спокойно свернулся колечком. Белая грудь переходила в такого же цвета чистенькое брюхо. Лапы, по крайней мере передние, которые были хорошо видны, совсем черные, будто обутые в сапожке. — Бррр! Тимуал! — мягко проворчала и тявкнула, совсем успокаиваясь леса. Это был, видимо, сигнал. В тот же момент из норы выглянули сразу пять маленьких черненьких мордочек. — Придется пристроиться где-нибудь здесь, на безопасном расстоянии, и посмотреть, что будет дальше, — решил Тимка, осторожно поднимаясь с камня и карабкаясь на лесистый склон оврага. Как он и рассчитывал, отсюда отлично был виден противоположный склон с лисией норой. — Сейчас вот найду удобное местечко, где тебя, злюка, будет видно, как на ладони, а меня ты не увидишь, — злорадно приговаривал он, оглядываясь кругом. — Вот это, кажется, то, что мне надо. Ухватившись за обнаженные корни сосны, он ловко подтянулся вверх и оказался в небольшой песчаной яме, образованной под корнями старого дуба. Отсюда нора была хорошо видна, а Тимку прикрывали небольшие заросли малины. Чтобы получше видеть нору, раздвинул несколько кустиков и выглянул в получившееся окно. Нарушенная Тимкиным вторжением, жизнь лисией семьи потекла своим чередом. И снова время чудесным образом раздвоилось. Одно, нормальное время, текло для Тимки, а другое, словно уплотненное, убыстренное, для всего окружающего. Вечерами Тимка наблюдал, как лис и лисица отправлялись на охоту. Возвращались они только под утро. Лисица, утомленная, разваливалась на площадке около норы, а лисовин выбирал себе место для отдыха где-нибудь поблизости. В это время из нары вылезали лисята и принимались играть. Со звонким тявканьем, наскакивая друг на друга, прыгали по маме лисица, кусали и тормошили ее за лапы, за уши, покусывали морду. Лиса, как будто не обращала никакого внимания на эти игры, лежала, блаженно закрывая глаза и вытянувшись. Наконец, когда ей надоедала эта суматоха, она легко стряхивала малышей. Р-теф, р-теф! Лисята замирали на месте, а лисица тихонько ворча уходила на два-три шага в сторону от площадки перед норой, ложилась под кус шиповника и продолжала сладко дремать. Тут наступало время игр лесят друг с другом. Р-р-теф! Кидались друг на друга, притворно-сердито кусались, тявкали и злобно урчали лисята. Наигравшись досыта, они разбегались по сторонам площадки и, свесив языки и глубоко дыша, ложились отдыхать. Очень скоро Тинка научился различать всех лисят. Особенно выделялся один крупный лисенок, который неизменно во время драк оказывался победителем. Он же отличался и особенно неугомонным нравом. Когда другие лисята, лежа и высунув языки, млели на солнце, он всегда исследовал окрестности. То навострив уши, разыскивал стрекочущего где-то рядом кузнечика, то выкапывал какой-то корешок на склоне, то до изнеможения пытался забраться на косо растущий ствол сосны. Не дожидаясь уроков матери, этот лисенок, Тинка назвал его курносом за особенно вздернутый нос, первым бросался на полузадушенных землероек и полевок, которых приносили малышам, когда те немного подросли, и надо было их учить охотиться. Что заметил курносый на этот раз? — спрашивал себя Тинка, внимательно наблюдая за затаившимся в траве лисенком. А тот ловко прыгал и схватывал кузнечика, пытавшегося скакнуть подальше. «Чамк!» — только и облизнулся курносый. «Ха-ха, вкусный оказался кузнечик!» — решил Тинка. Потом уж, глядя на курносого, принялись за ловлю кузнечиков и другие лисята. А курносый тем временем опять придумал новую игру — ловить бабочек. Скок и мимо! Скок и мимо! Но не унывает курносый. Упрямый оказался. Скок и есть! Только крылья от крапивницы полетели в разные стороны. Однако бабочка не по вкусу пришла с лисенку. Перестал он за ними гоняться. Теперь сидит, облизывается около цветущей таволги. А на ее белой шапке несколько пчел копошатся, не боятся совсем курносого. «Щелк!» — сразу трех пчел зажал курносый во рту. «Ай! Птица! Птица! Ай-яй!» Он завизжал, закрутился на месте, тряся головой с раскрытым ртом. «Чум! Пфу! Ай-яй-яй!» Глаза вытаращил, по земле начал кататься. Больно ему. А кто обидчик? «Непонятно. Такие маленькие пчелки разве могут так кусаться?» Встревоженная стонами лисенка, мать лисица поднялась со своего места. «Тяф! Тяф! Что случилось? Пчела укусила!» И назидательно добавила. «Так тебе и надо. Учись уму-разуму! Тяф!» Ну, и тут курносый не раскис. Катался-катался по земле, стонал-стонал, и обнаружил, что боль сразу же утихает, если нос в мягкую землю зарыть. Уж потом он вдоволь посмеялся над своими братцами и сестричками, мучившимися от пчелиных укосов. А сам больше пчел без дела никогда не схватывал. Но что больше всего удивило Тимку, наблюдавшего за этим курносом, так это то, что он всегда оказывался самым послушным из всех лисят. Стоило матери тревожно тявкнуть, как курносый первым стрелой бросался к норе и первым скрывался в ее спасительной черноте. Стоило матери призывно тявкнуть, как курносый первым оказывался возле нее. Старый лисовин не принимал участия в играх малышей, но Тимка видел, как он внимательно наблюдал издалека, со своей лешки, за ними, готовый броситься на всякого, кто посмеет нарушить их покой. «Да, за такими беспечными лисятами нужно наблюдать внимательно», — не раздумал Тимка, видя, как тот или другой лисенок бесстрашно носится по склону оврага, с каждым днем все дальше и дальше убегая из-под надзора родителей. С особенной опаской наблюдал Тимка за появляющимся время от времени над оврагом большим ястребом-тетеревятником. Он-то хорошо запомнил теперь, после нападения на вахухоленка беленького, какими опасными могут быть хищные птицы. Но то, что знал Тимка, еще не знали маленькие лисята. Темная тень пробежала по склону оврага и на мгновение остановилась над лисьим семейством, беспечно игравшим на солнышке. «Р-р-р-р-р!» — лисица едва успела тревожно зарычать. И только кур носа иметнулся стрелой к кусту шиповника. Остальные лисята испуганно прижались к земле, распластались и недоуменно глазели по сторонам. В воздухе послышалось легкое стремительное шуршание. Темная тень как будто упала с неба и накрыла собой одного из лисят. Приглушенный виск, треск крыльев, яростное тявканье лисицы и злобное ворчание старого лиса слились для Тимки в один клубок звуков. «Я так и знал», — прошептал Тимка, наблюдая, как громадная птица тяжело поднималась все выше и выше, держа в лапах безжизненное желтое тельце одного из лисят. Как это ни странно, но Тимка не особенно расстроился. «Сейчас в этой борьбе за жизнь победил и ястреб, а завтра, кто знает, может быть и лисица». Четыре оставшихся лисенка сбились в кучу и поспешно залезли в нору. Разъяренная мать еще долго прыгала вверх и злобно тявкала. Во все следующие дни, вылезая из норы, играя на песке, охотясь за полевками или занимаясь ловлей насекомых, лисята нет-нет, да и посматривали на небо. Но жизнь шла, и скоро пережитый страх был забыт. Лисята сильно подросли и снова уходили все дальше от норы. И вот, наконец, они стали ходить по вечерам на охоту самостоятельно. Тимке видно было, что мать и отец издали сопровождали их, но тем не менее подросшие лесята теперь стали уже вполне самостоятельными. «Ура!» — обрадовался Тимка, увидев первую крупную добычу, притащенную курносом. Это была серая куропатка, которую курнос и схватил, когда она сидела на гнезде. И принес добычу к норе совсем так, как приносили убитых птиц отец и мать, с перекусной шеей, закинув на плечи, влача крыльями по земле. Потом и другие лесята стали приносить, кто водяную крысу, кто полевок или мелких птиц. «Ну, вот это ты уже зря принес», — осуждающий пробормотал Тимка, увидев однажды утром, как один из самых маленьких лисят притащил большую белую курицу, похищенную в ближайшей деревне. «Теперь-то люди узнают, что поблизости есть лисицы, и вам придется плохо», — с огорчением предположил Тимка. И он не ошибся. Взрослые лисы, когда возвращались к норе, всегда приходили не прямо, а делая большие круги около норы, запутывая следы, и в самом конце пути скакали по камешкам ручья. Так же поступали, по примеру, родителей и все молодые лисы. Но в этот раз, когда воришка, так окрестил его Тимка, притащил курицу, он появился прямо с той стороны, откуда по утрам и вечерам слышалось пение петухов, и изредка доносился лай собак. День прошел тихо, и Тимка совсем был успокоился. На следующее утро он с ужасом увидел, что воришка снова принес курицу, и снова появился прямо со стороны деревни. Воришка принялся разрывать курицу на куски чуть поодаль от норы, где вчера разорвал первую. Мать лисицы недовольно заворчала на него. Скоро почти весь склон оврага покрылся легкими белыми перьями, которые так и летели из-под клыков и лап воришки. — Убегайте отсюда, пока не поздно! — хотелось крикнуть Тимке лисиму семейству. — Убегайте, пока не поздно! Тимка хорошо знал, что люди не прощают зверям и птицам вторжение в свои владения, и был уверен, что час расплаты за воровство близок. Так оно и случилось. — Ррр! Внимание! — старая лисица настороженно подняла уши, прислушиваясь. Насторожился, и разлегшийся было в тени сосны недалеко от норы курносый. Далеко-далеко заливисто залаяли собаки. Первым вскочил старый лис и решительно направился прямо в ту сторону, где залаяли собаки. — Хочет увезти их от норы, — догадался Тимка. И действительно, скоро собачий лай удалился куда-то в сторону, и совсем затих. Лисица успокоенно опустила голову на лапы. Она не знала еще, что кроме собак на их поиск пошли и охотники-следопыты. Эти охотники давно знали, что в заросшем густым лесом глубоком овраге несколько лет назад были лисьи норы. И сейчас они прямиком направились к оврагу, оставив собак бегать за хитрым лисом. И опять первой услышала опасность мать-лисица. Она еще не знала, насколько серьезна эта опасность — появление людей в лесу. Изредка в лесу встречались люди, но они никогда не забирались в густо заросший овраг. Может быть, и на этот раз они пройдут мимо. Лисята внимательно следили за матерью, тоже настороженные и немного испуганные. «Мрррр! Внимание! Опасность!» Треск сучив, послышался совсем близко. Больше медлить было нельзя. «Тяф! Ртяф! За мной!» Только и сказала лисица, и решительно бросилась прочь от норы в противоположную сторону. Но лисята пока оставались на месте. Еще не было в их жизни случая, чтобы родная нора не укрыла их от опасности. Лисица остановилась на секунду и призывно тяфкнула еще раз. «Ртяф! Ртяф! За мной! Скорее!» Словно подброшенные пружиной за ней ринулись курносы и еще один лисенок. Двое других нерешительно тронулись сначала за матерью, а потом остановились, жалобно заскулили и шмыгнули один за другим в темное отверстие норы. Все затихло. Тимке вдруг захотелось быстро спуститься вниз и выгнать лисят из норы, выгнать их оттуда прочь, отправить их за матерью. Но руки и ноги сделались ватными и не слушались. Так часто бывает во сне. Хочешь убежать от опасности, а не можешь сдвинуться с места. «Вот где живут эти разбойники!» Раздался мужской голос, и на полянку у норы вышел высокий человек с ружьем за плечами. За ним появился второй, с плотно набитым рюкзаком и лопатой в руках. «Да, тут доказательства налицо!» Поддержал он первого, оглядывая усеянную белыми перьями окрестность норы. «А вот и нора!» «Наверное, пустая!» Предположил первый с ружьем. «Сейчас посмотрим!» Откликнулся второй, снимая с плеч рюкзак и аккуратно распуская завязку. Из рюкзака тотчас выпрыгнул небольшой лохматый пес, белый, с рыжим пятном на правой стороне головы. Голова у него была странная, почти квадратной формы, как будто обрубленный впереди клин. Коротенький хвост вертелся со скоростью пропеллера из стороны в сторону. Но вот пес решительно бросился к норе и, чуть помедлив у входа, ловко прямо-таки вернулся внутрь. «Хм, кажется, что-то есть. Не зря я выпросил этого фокса в городе». Высокий охотник прислушался к звукам, доносившимся из-под земли, и потянулся за ружьем, прислоненным к стволу дерева, росшего неподалеку. «Погоди! Не стреляй, Митрич! Попробуем взять живье!» — предложил тот, что принес собаку. Шум в норе приближался из глубины к входу. Рычание, приглушенная возня, и вот из норы показался хвост лисицы, а затем и она сама выползла, яростно отбиваясь от наседавшего на нее пса. Наказавшись на поверхности, лисица рванулась в сторону и хотела было пуститься на утек, но фокстерьер, мгновенно изловчившись, схватил ее за горло. Так и накрыли их обоих плащом, крепко прижали лисицу к земле, с трудом оторвали от нее вцепившегося фоксу. Лисенок извивался, пытался укусить людей, но его судьба была решена. Крепкая тесемка опутала передние и задние ноги и затянулась мертвым узлом на морде. «А ну, полезай-ка теперь в мешок!» — приговаривал высокий, запихивая спеленутого лисенка в рюкзак. «Митрич, смотри-ка, в норе, верно, еще лиса осталась!» И в самом деле фокстерьер, не успев даже немного поотдышаться, снова рванулся и исчез в темном отверстии. Тинка с тяжелым чувством наблюдал всю эту картину. Он уже предвидел исход неравного поединка. «Вот и лопат не понадобилось!» — удовлетворенно проговорил низенький, плотно увязывая мешок с двумя лисятами. «За две курицы, два лисенка! Не так уж плохо!» «Малых-то взяли, а старые ушли. Да, видать, и других молодых с собой вели!» — проговорил высокий, собирая разбросанные около норы вещи. «Ну да ладно! В этом году лисы больше сюда не вернутся. Это уж точно!» Через некоторое время, снова и теперь уже надолго, установилась тишина около разоренного лисьего логова. Выбрался Тинка из своего убежища и еще раз удивился, как быстро кругом шло время. Казалось, еще пять минут назад было позднее лето, а вот уже пожелтели березовые листья, и земля уже прихвачена первым морозом. «Ну как же мне узнать, что делается теперь с моими лисятами?» — подумал было Тинка, пробираясь через густой молодой ельник. Здесь, под густыми еловыми ветками, было совсем-совсем темно. Но вот ельник остался позади, а в лесу было по-прежнему темно. Взглянул Тинка на небо и поежился. Громадная свинцовая туча закрыла весь небосвод. Острый, пронизывающий ветер раскачивал вершины голых берез, шумел еловыми лапами. Вот мелькнули первые снежинки и посыпались, понеслись по лесу, аккуратно покрывая белой пеленой все вокруг. Снег шел и час, и другой, и всю ночь, а наутро весь лес стоял неестественно тихий и неподвижный. «Ну вот и замечательно!» — обрадовался Тинка, ничуть не испугавшийся этого белого безмолвия. «Теперь-то я найду своих лисят!» Говоря так, он вспомнил, как они с папой каждый год старались попасть из города в лес, сразу после первого снегопада, и как папа учил его азбуки зимнего леса. Конечно, Тинка еще не был отличником и даже хорошистом, как иногда называли в его школе четверочников, но разобрать, где пробежала леса, он мог уверенно. «Тут уж не запутаешься!» — бормотал Тинка, выглядывая среди деревьев, не мелькнет ли где-нибудь такая заметная цепочка лисьих следов. Немало пришлось исколесить ему лесных гривок, косогоров и оврагов, пока, наконец, он не нашел того, что хотел. «Ровную цепочку следов!» Да, сомнений не было. Здесь совсем недавно прошла леса. То, что прошла леса, а не собака, по следу определить было совсем нетрудно. Аккуратно, след в след ступали лапки, и все отпечатки как будто по ниточке выведены вдоль одной линии, а две передних подушечки с коготками чуть отставлены вперед от трех задних. «След небольшой. Видно, леса молодая», — размышлял Тинка. «Придется пойти по следу, иначе ничего не увидишь». Говоря так, Тинка, конечно, подражал отцу, который спокойно и уверенно разбирался в лесных следах, и всегда все получалось, как он говорил. Тинка сначала не верил, что можно догнать лесу или зайца по следу, но они вместе с отцом не раз это делали потом, чтобы полюбоваться издали на охотящуюся лесу или вышибнуть зайца из чищобы. Прошел Тинка аккуратно около следа с полкилометра и вышел на опушку леса. Здесь ровная строчка кончилась. По следам было видно, как зверь бросался то в одну, то в другую сторону, разрывал лапами тонкий снежок и еще не особенно мерзлую землю. «Мышковала!» Опять по-взрослому и с удовольствием, что правильно разобрался, подумал Тинка, увидев следы охоты за мышами. Здесь действительно лисица хорошенько поохотилась на колонии полевых мышей, сильно размножившихся этой осенью. И тут Тинке повезло. Пока он раздумывал, что делать дальше, чтобы побыстрее встретить лису, она сама пожаловала к нему в гости. В разгар охоты она на время потеряла осторожность и случайно оказалась совсем близко от опушки, где замер Тинка. Да, сомнения больше не оставалось. Это был Курносый, тот самый лисенок, который тогда следом за матерью убежал от охотников, пришедших к норе. Ха! Какой он стал большой и красивый! Только вздернутый нос остался такой же смешной и заметный. И тут Тинке пришла в голову счастливая мысль поговорить с Курносом. — Тяф! Тяф! — затявкал Тинка неожиданно для себя звонким голосом. — Тяф! Тяф! Лисица вздрогнула, метнулась было в сторону, потом настороженно остановилась, повернулась носом к Тимке и чуть опустила голову на бок. — Тяф! Тяф! Я Тимка! Здравствуй, Курносый! Я так рад, что снова встретил тебя живым и здоровым! Тяф! — Рррр! Ти-я-лф! Я ведь не знаю тебя! Тебе чего нужно от меня? Тяф! — Рррр! Откуда ты знаешь наш язык? — недоверчиво оттявкнулся лис. — Я пришел от хранителя Вита и давно знаю тебя. Тяф! Еще с тех пор, как ты, тяф-тяф, играл с другими лесятами у норы в овраге. — Рррр! Так это ты и привел охотников к норе! — Рррр! Подозрительно и все более настораживаясь, спросил лис. Шерсть на его загривке слегка приподнялась и теперь грозно топорщилась. Оскаленная морда смотрела на Тимку. — Нет-нет! Охотников привел к норе твой глупый брат, который стащил курицу в деревне. Помнишь, сколько белых перьев летало у норы? Тяф! Тяф-тяф! Мы все тоже так решили. — Немного успокоился Курносый. — Ну что ты хочешь от меня? Ррррр! — А где твой брат и родители? — Брат и мать погибли от какой-то страшной болезни. У них выпали волосы, шуба стала холодной, а все тело сильно чесалось. Я боялся к ним подходить. Тяф! Тяф! Отец ушел в другие места, и я его давно не встречал. Теперь здесь хозяин я! Тяф-тяф! И лис гордо выпрямился и мотнул хвостом из стороны в сторону. — Не подходи ко мне! Тя-тя-тяф! И лис отпрыгнул от направившегося было в его сторону Тимки. — Я терпеть не могу всяких двуногих с их ружьями, собаками и капканами. Я не боюсь тебя, но не доверяю тебе и твоему хранителю Виту. Прощай! Тяф-вау-ой! И, решительно повернувшись, курносый большими прыжками понесся прочь. — Вот так поговорили! — обиженно подумал Тимка. Так я, пожалуй, никогда не вернусь в пещеру. — Ну вот это уж напрасно! Раздался знакомый голос рядом с Тимкой, и затем что-то пронеслось мимо него и шлепнулось на землю рядом с лисом. Еще мгновение, и лис, жалобно скуля, повернулся к Тимке и, поджав хвост, затрусил к нему рысой. На его спине, уютно устроившись, сидел хранитель Вит в своем неизменном берестяном плаще. — Это уж ты напрасно путаешь меня с людьми! — повторил он еще раз, теперь определенно обращаясь к курносому. — Вот люди, те действительно часто портят природу, не задумываясь ни о завтрашнем дне, ни о жизни своих внуков и правнуков. — А мы с тобой... — тут старик потрепал курносого за ухо и ласково щелкнул по носу. — Мы с тобой и есть та самая живая природа, которая все свои сегодняшние заботы меряет завтрашней меркой. Вот ты уродился и смелым, и на учении податливым, и осторожным в меру. Вот и принюхивайся к жизни, ищи для себя подругу, размножайся. — Если ты научился мышковать получишь, так будь уверен, найдется и полевка, которая от твоего носа укроется, и тетеревишка, которая от тебя спасется. В их потомстве еще и похитрее твари встретятся, и с твоими будущими лисятами потягаются, кто кого победит в борьбе за жизнь. — Ну вот так, без конца, живое изменяется да изменяется. А я слежу за всем этим делом, да радуюсь, когда что-нибудь не только новое, но и толковое получается. Ну, беги теперь. И хранитель Вит приподнялся, чуть взлетел и опустился рядом с Тимкой. Но курносый, вместо того, чтобы стремглав улепетнуть подальше, медленно подошел к Тимке и сел рядом с ним на снег, внимательно рассматривая во все глаза хранителя Вита. — Как будто привязали его глаза туда, — мелькнуло у Тимки. Лис сидел теперь совсем рядом, и рука Тимки сама собой осторожно подвинулась, и, что есть мочи, схватила его за пушистый рыжий хвост. — Ртевь! Ртевь! И курносый, обернувшись, вцепился сильными зубами в руку. Тимка отпустил лисий хвост и отдернул руку, а старик как будто и не обратил внимания на потасовку, только погладил курносого по голове и сказал. — Молодец! Будь всегда на чеку! — А теперь беги! Живо! И уже обращаясь к Тимке, — ты зачем его трогал? Помешал тебе его хвост, что ли? Получил по заслугам. Хулиганов мой браслет не защищает, имя это в виду на будущее. Слышал, что я лисице рассказывал? Слышал? — Хорошо. Это я не столько курносому, сколько тебе говорил. За храброе поведение с лисицами, да за находчивость твою за этой дверкой. Конечно, это ты уже и сам знаешь, только еще не сложилось у тебя в голове все. Ну, давай, действуй дальше. Глядишь, все же удастся хорошего человека из тебя смстерить. — Хорошего, полезного, нужного, не вредного! Хорошего, хорошего, полезного! Нужного, не вредного, хорошего, конечно! Затих голосишко хранителя Вита. — Куда же он пропал? Ну что еще за новые фокусы? — заволновался Тимка. Бросился он к тому месту, где только что стоял хранитель Вит. До самой земли в снегу воронка, а в земле отверстие небольшое, и из него порог даже вьется. Нагнулся Тимка к самой дырочке. Побольше она стала. Попробовал засунуть туда голову. Пролезла свободно. Недолго думая, Тимка спрыгнул в яму. Видит, и дальше ход есть. Он смело пополз дальше. А ход прямо вниз идет, и далеко внизу светлое пятно виднеется. Тимке хочется поскорее до него добраться. Спешит, от стен отталкивается. Но вот ход расширился, и полетел Тимка прямо вниз головой куда-то в пустоту. — Как Алиса в кроличьей норе! — мелькнула в голове. Сейчас попадут тоже, наверное, в страну чудес. Шлеп! Тимка сразу махушмякнулся на мягкий маховой пол в пещере времен года. Рука у Тимки болела. В тех местах, где прошлись зубы Курносова, запеклись капельки крови. Но злобы не было в душе. Он даже не особенно жалел, что схватил Лиса за хвост. Ему так давно хотелось подержаться за Лисий хвост. Но не упускать же такой удачный случай. Но главное, я, кажется, понял, как изменяется все кругом. Родился хитрый лисенок или ловкая стрекоза, и они оставят после себя таких же детей. Но эти дети будут бороться за жизнь тоже с хитрыми существами, которые только и выжили среди жуков, мышей и птиц. «Вот здорово!» — продолжал восторженно размышлять Тимка. «Пройдет несколько поколений, и все могут измениться. Лисы заставят изменяться мышей, а мыши — лис!» Икина Корректор А.Егорова Субтитры и Гор independentsа